МОНТЕ КАССИНО В итоге итальянская кампания закончилась капитуляцией немецких войск в Северной Италии 2 мая 1945 года. По утверждению некоторых исследователей, именно начало итальянской кампании, в частности высадка англо-американцев на итальянском острове Сицилия, якобы стала главной причиной, по которой германское командование отказалось от активных наступательных действий на южном фасе Курской дуги. Да и вообще от продолжения всей своей знаменитой операции «Цитадель», так как перебросила в Италию основную часть танков и самоходных орудий. Но так ли это было на самом деле? Давайте разберемся. Всего на Сицилии находилось 300 тысяч итальянских и 40 тысяч немецких солдат, а также 147 танков, 220 орудий и около 600 самолетов. Плюс к этому итальянские войска вскоре еще получили дополнительное подкрепление в количестве 12 тысяч человек и 91 танк. Для высадки союзников в Сицилии в составе двух армий 15 группы армий было 13 дивизий, 3 танковые бригады, 3 отряда командос и 3 батальона рейнджерс. Группировка союзных войск насчитывала 470 тысяч человек и 600 танков. К 14 июля высадка на Плацдарм была закончена. Были захвачены Витцини на западе и Аугуста на востоке. Затем в британском секторе сопротивление противника возросло. На западном побережье Сицилии итальянцам удалось держать наступление американцев в районе Кастрофилиппа-Нара. 22 июля американские войска захватили Палермо. Итальянские и немецкие войска отступили в Мессину. Вокруг Мессины была подготовлена укрепленная линия, линия Этны. Она была создана для обеспечения организованного отступления итало-немецких войск на Апеннинский полуостров. Это на материковую Италию. 25 июля в Италии произошел дворцовый переворот. По приказу короля Бенита Муссолини был арестован и правительство возглавил маршал Бадолью. Немцам и итальянцам удалось сохранить в Сицилии главные силы своих войск от захвата. А затем организованно эвакуировать их с острова вместе, подчеркиваю, с боевой техникой. После того, как эвакуировались все войска, не занятые в обороне линии Этны, ее защитники под покровом ночи также переправились на Апеннинский полуостров. Эвакуация прошла успешно. Последние немецко-итальянские части покинули Сицилию 17 августа 1943 года. Части 3-й пехотной дивизии США вступили в Мессину. Всего через несколько часов после окончания эвакуации немецко-итальянских войск. Потери немецких и итальянских войск составили 29 тысяч человек убитыми, 140 тысяч – это в основном итальянцы – попали в плен. Потери американских войск составили 2237 человек убитыми и 6544 – ранеными или пленными. Погиб 2721 британский солдат, 10122 были ранены или попали в плен. Канадские войска потеряли 562 убитыми и 1848 ранеными или попавшими в плен. Даже по этим цифрам теперь стоит понимать, что масштабы битвы на Курском выступе сильно отличались от сражения в Италии. В связи с вышеперечисленными фактами возникает вопрос, какими силами и средствами германцы собирались оказать помощь своим войскам в Сицилии. В то время было известно, что переброска дивизии вермахта с Восточного фронта на Запад было явлением довольно редким. А вот отправка германских войск с Запада на Восток на Советско-Германский фронт было дело обыденным. Вот, к примеру, когда вермахт потерпел поражение под Москвой, Ростовом, Тихвином и Сталинградом, то с конца 1941 по 1943 годы немцы перебросили с Запада 39 дивизий и 6 бригад. В их числе было 18 дивизий из Франции. Мало того, в дальнейшем, даже на заключительном этапе войны, а это 15 января 1945 года, для предотвращения крушения Восточного фронта Гитлер приказал перебросить туда более 40 дивизий с Запада. Немцы начали свою операцию «Цитадель» 5 июля 1943 года, а 11 июля союзники высадили свой десант в Сицилии. Однако немецкая парашютно-танковая дивизия Герман Геринг блокирует высадку. В тот же день фон Клюге на северном направлении прекращает наступление. Из Южной Франции перебрасывается на Сицилию еще одна парашютно-танковая дивизия. 12 июля начинается наступательная операция Западного, Брянского и Центрального фронтов советских войск. 13 июля Гитлер разрешает переход к обороне на севере и продолжение наступления на юге. Кессельринг докладывает Сицилии, что положение немецких войск ухудшается вплоть до критического. 15 июля из Италии на Сицилию переправляется 29-я Гренадерская дивизия. В этот же день прекращается наступление и на юге Орловско-Курской дуги. 17 июля начинается наступление на юге Юго-Западного и Западного фронтов. В этот же день немцы выводят в резерв три дивизии 2-го танкового корпуса СС. А на следующий день 3-ю танковую дивизию и дивизию Гросс-Дойчленд. Гросс-Дойчленд перебрасывают под Орел. Дивизия СС Райх и Тоттенкомф в Донбасс. А Лейпштандарт без танков в Италию. Именно без танков. Никакой техники в Италию отправить было просто невозможно. Это означало бы провал всей кампании в Советском Союзе. Тем более, что техники оставалось не так уж и много. Манштейн в своих мемуарах и американские историки придерживаются мнения, что именно операция в Сицилии заставила Гитлера свернуть цитадель. Манштейн пишет, что на совещании в Ставке Гитлер заявил, «Сицилия, скорее всего, потеряна. И следует ожидать в ближайшее время высадку союзников в Италии. Итальянские войска не воюют, они сразу сдаются. Поэтому следует укрепить силы на Балканах и в Италии. Цитадель не может дальше продолжаться, так как часть сил надо перебрасывать на юг». Зато фон Клюге заявил, что армия Моделя не в силах вести наступление и с трудом сдерживает натиск противника. Однако сам Манштейн настаивал на наступлении, так как по его расчетам советское наступление уже выдыхается и в бой введены последние резервы. В результате Гитлер разрешил продолжить наступление на юге, что позволит вывести часть силы и перебросить их в Италию. Однако изучение материалов и стенограмм других совещаний показывает, что Манштейн несколько искажает события. По заявлению самого Манштейна, наступление на юге помогло бы северному крылу укрепить оборону, но наступление дальше Курска не продвинулось бы. Поэтому смысл сама цитадель уже потеряла. И наступление на южном крыле только выправляло ситуацию и к самой цитадели уже не относилось. Однако, как полагают советские историки, результатом сворачивания операции «Цитадель» было именно наступление советских войск, а переброска войск в Италию началась только 25 июля. Даже несмотря на заявления Гитлера, если, конечно, верить Манштейну, факты говорят о том, что ни дивизии СС до сраих, ни дивизии СС «Мёртвая голова» в Италию так и не попали, а использовались в качестве пожарной команды для отражения советского наступления в начале на МИУС-фронте в конце июля 43-го года, а затем в августе участвовали в нанесении контрудара под Харьковом в районе Богодухова. Таким образом, из трёх танковых дивизий СС с Восточного фронта в Италию попала только одна дивизия СС – Лейпштандарт. При этом, покидая Восточный фронт, Лейпштандарт передал все свои танки и самоходно-артиллерийские установки дивизии «Дасрай», что косвенно подтверждает высокие потери танков во втором корпусе СС. Реально в Италию отправился оставшийся в строю после боёв на Курской дуге только один личный состав дивизии. Вряд ли это была страшная сила, способная остановить высадку союзников в Италии. Поэтому-то Лейпштандарт базировался в Северной Италии и занимался лишь полицейскими и карательными операциями. Если быть точным, то Лейпштандарт отправили на переформирование и отдых. Мало того, в Италии эта дивизия так надолго и не задержалась. И уже в ноябре 43-го года она была опять возвращена на Восточный фронт. Непосредственно на Сицилию немцам удалось перебросить только две дивизии. Это одну из Южной Франции и одну из Италии. Для американских войск высадка в Сицилии это было первое серьёзное испытание на Европейском театре боевых действий. Однако открытием Второго фронта в Европе высадка на Сицилию не считается ни нами, ни что в данном случае важнее ими, англо-американцами. Черчилль и Рузвельт в начале 43-го года пришли к выводу, что в этом году полномасштабная высадка в Европе пока ещё невозможна. Но ударить в мягкое южное подбрюшье врага в Италии уже вполне по силам, что они с успехом и сделали. И в заключении. Нет смысла отрицать, что кризис в Италии заметно обеспокоил Гитлера. Он требовал снять с Восточного фронта подразделение СС, чтобы восстановить положение в Северной и Центральной Италии. Присутствующие генералы, наоборот, объясняют, что это совершенно нереально. А напоследок для тех, кто ещё продолжает утверждать, что немцы прекратили наступление под Курском из-за высадки союзников Сицилии, анекдот. Чапаев возвращается из Академии и рассказывает Петьке о всяких науках и дисциплинах. Петька спрашивает, а что такое логика, Василий Иванович? Чапаев начинает объяснять на простом примере. Ты, Петька, воблу любишь? Ага, значит пиво пьёшь. Ну вот, значит писаешь много, а значит у тебя есть член. Радостный Петька убегает искать Фурманова, чтобы поделиться навыком построения логических цепочек. Эй, Фурманов, воблу любишь? Нет, значит ты кастрат. Всем добра, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов.